Я же пишу, что нормально. Как коллеги у остальных, кто писал, что понит? Напишите, пожалуйста. Так, все равно понят. Бывает такое, что приходит ссылка, открывается два раза, и, собственно, вебинар дублируется. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас была открыта именно одна ссылка. Окей, хорошо, будем начинать. Наш еженедельный вебинар, технический анализ Price Action. Как всегда, в рамках этого вебинара мы разбираем неделю предыдущую, неделю предстоящую, и я отвечаю на ваши вопросы. Перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, и перед тем, как переходить уже к работе на реальном счету, важно с этими рисками ознакомиться. Ну и все то, что мы будем разбирать в рамках этого вебинара, например, в рамках всех вебинаров, которые мы проводим, не может являться прямой рекомендацией к действию. Я с вами делюсь своими наработками, своим знанием, но конечные решения по сделке вы принимаете самостоятельно. Важно всегда об этом помнить. Представлюсь, меня зовут Исаков Роман. Для тех, кто присутствует на наших вебинарах впервые, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Admiral Markets работаю уже более пяти лет на текущий момент. Этим летом уже пошел шестой год. И что более важно в рамках этого вебинара, мой опыт трейдинга составляет порядка семи лет. То есть в рамках как раз данной серии вебинаров я делюсь своими наработками с вами. Основной акцент у нас идет на систему Price Action. Коллеги, я как всегда задаю перед началом вопрос, кто у нас присутствует впервые на этом вебинаре. Пожалуйста, поставьте цифру 1, чтобы я вас отметил и понимал, какое количество участников у нас сегодня пришли первый раз. Напишите, пожалуйста, в чат цифру 1. В правом нижнем углу вы видите сообщение. Видите сообщение. Такая надпись небольшая. Туда вы можете написать и нажать Enter. То есть кнопки отправить нет, просто что-то пишите. Вот, к примеру, сейчас поставьте цифру 1, кто впервые присутствует. И нажмите Enter. Да, я вижу, что Дмитрий, Денис, впервые. Хорошо, тогда пару слов о компании Admiral Markets я расскажу. И расскажу о структуре нашего вебинара. То есть что мы на нем делаем и какие у нас стоят задачи. В каком режиме у нас проходит работа. Во-первых, проходит вебинар на площадке компании Admiral Markets. Admiral Markets является брокерской компанией, которая предоставляет услуги по торговле на инструменты группы Forex. То есть это валютные пары, криптовалюты, различные индексы и акции. То есть все, что вам необходимо для торговли, присутствует на счетах компании Admiral Markets. Я начал наш вебинар с предупреждения рисков. Безусловно, риск торговли, особенно риск торговли с кредитным плечом, он очень важен. И прежде чем переходить к торговле, важно разобраться с этими аспектами. Потому что я в своей практике сталкивался с людьми, которые могли торговать достаточно много лет, причем работать на реальных счетах, но до конца не разбирались, как работает кредитное плечо. Выбирали какой-то объем, но до конца весь смысл кредитного плеча был не освоен. Так вот, еще один из моментов, который относится к рискам, это риск партнерства. Поэтому всегда важно обращать внимание на партнера, с которым вы начинаете работать, то есть где открываете счет, куда переводите средства. И сейчас пройдемся по основным критериям, которые я, по крайней мере, выделяю и которые считаю основными. Первое, что наиболее важно, это лицензирование. У компании должна быть лицензия, и причем эта лицензия должна давать определенные гарантии для трейдера. Компания Admiral Markets на текущий момент открывает счета под лицензией Великобритании, это лицензия FCA. На сайте компании, в разделе «О компании» вы можете перейти на сайт регулятора, посмотреть, что лицензия используется, и она действительно есть. Но что это дает? Во-первых, лицензия и регулятор, который контролирует деятельность брокера, это спокойствие трейдера. К примеру, одним из ключевых преимуществ регулирования, это то, что ваши средства застрахованы, на тот случай, если компания в какой-то определенный момент не сможет отвечать по своим обязательствам. По лицензии FCA эта сумма составляет порядка 50 тысяч пунктов стерлингов на одного клиента. То есть, если в какой-то момент компания не сможет выплачивать средства, то из специального фонда по определенной процедуре эти средства будут выплачены. И всегда важно при выборе брокера обращать внимание на регулирование. Вообще, FCA, регулятор Великобритании, является, наверное, одним из наиболее интересных уже после регулирования США, особенно для европейских стран, для России, для Украины, для стран СНГ. Одно из преимуществ компании AdneroMarkets также заключается в том, что нашими специалистами была разработана уникальная платформа. Это дополнение к стандартному MetaTrader, называется MetaTrader 4 Supreme Edition. Я думаю, что многие из вас получают наши email-рассылки, особенно по понедельникам. Мы присылаем на наши видеообзоры. И сейчас также в письмо включили обзор интересных функций от MetaTrader 4 Supreme Edition. И также многие из них мы затрагиваем в рамках нашего вебинара. К примеру, вы можете удобно настроить отображение новостей, вы можете использовать калькулятор риска и большое количество интересных функций. Более подробно вы сможете найти на нашем YouTube-канале. Также в рамках компании AdneroMarkets по всем счетам действуют настройки защиты от волатильности. Если в вашей торговле когда-то вы сталкивались с таким вопросом, как проскальзывание, неисполнение ордеров, когда цена до них доходит, то большую часть этих моментов можно как раз нивелировать с помощью настройок защиты от волатильности. Фактически это дополнительные настройки к вашим ордерам. Я также приложу ссылку на YouTube-канал, где вы сможете более подробно с этим ознакомиться. Скажу просто, если вы в своей торговле в какой-то определенный момент сталкивались с тем, что ордер не открывался, открывался с проскальзыванием или открывался в конце свечи, и для вас это было неприемлемо в какой-то определенный момент, потому что все зависит от торговой стратегии, то рекомендую обратить ваше внимание на настройки защиты от волатильности. Приложу ссылку на YouTube-канал, там можно найти видео, где за 10 минут я рассказываю об основных функциях, которые можно использовать. Ну и то, что является не менее важным, но идет пятым пунктом по списку, это то, что в конце 2016 года компания «Аднар Маркес» была признана по оценкам «Панец Мэкнесс» 15-м брокером в мировом рейтинге по объемам. Показатели, как я считаю, очень важные. Компания из года в год занимает все более высокие места, поэтому за этими обновлениями тоже важно следить. Хорошо, по компании «Аднар Маркес» мы прошлись, также если у вас возникнут вопросы, я смогу ответить на них в конце вебинара, ну и вы всегда можете связаться с вашим персональным менеджером для того, чтобы задать все вопросы по компании. Теперь в рамках нашего вебинара. Как я уже сказал, этот вебинар проходит еженедельно, а каждый понедельник 19.30 по Москве. Что мы делаем? Мы смотрим тенденции, которые были на рынке на неделю предыдущую, то есть анализируем, что у нас произошло начиная с прошлого понедельника и строим уже планы на неделю предстоящую. Разбираем мы основные инструменты – это валюты, индексы, сырье. И основной метод как раз анализа, он относится к элементам price action. Мы не разбираем в рамках этого вебинара досконально какой-то определенный метод, то есть метод от и до, мы в целом анализируем рынок. Для того, чтобы познакомиться уже с элементами price action, у нас с сентября так будет повторяться курс персональной инвестиции, мы обязательно оповестим, когда будет следующий поток. И вот там, если вы досконально хотите изучить торговую систему с элементами price action, то есть туда будет включено и риск менеджмент, и работа с новостями, как определять тренды, то есть в принципе все, что нужно для торговой системы, из тех пунктов, в которых она состоит, то рекомендую на него записаться, и уже там будем вместе разбираться досконально в том, как выстроить торговую систему. Как я уже сказал, мы смотрим на неделю предыдущую. Но важно понимать то, что рынок может меняться очень быстро, и даже те ситуации, которые мы можем разобрать сегодня, не потребуют определенной корректировки завтра. Для этого я записываю каждое утро ежедневные обзоры, и они добавляются на наш YouTube канал. Сейчас я приложил ссылку в чат, рекомендую подписаться, и вы будете получать уведомления, когда добавляется новое видео на YouTube канал. Ну и каждое утро вы можете заходить примерно в 10.30 по Москве, уже свежее видео там будет. Буквально обзор, 5-6 минут, основные пары, те уровни, на которые важно обратить внимание в текущий торговый день. А сейчас мы будем строить уже планы, такие среднесрочные, на текущую неделю. Ну и, как всегда, в рамках этого вебинара я отвечаю на ваши вопросы, которые получаю себе на почту. Сейчас также я почту укажу. Вопросы могут касаться именно поиска тенденций в какой-то определенный момент. Но я больше люблю, на мой взгляд, считаю, что такие вопросы наиболее полезны, когда вы анализируете рынок и в какой-то определенный момент понимаете, что ситуация не видна. То есть нет какого-то принятия решения. То есть куда войти? На buy, на sell? Вот такие вопросы я люблю больше всего. Присылайте, делайте скриншот. Вот той ситуации, которую вы посмотрели, описывайте словами, что вы считаете по данной паре, присылайте мне на почту, и мы вместе будем разбираться. То есть даже если там будет минимум текста, тут будет скриншот терминала с вашим рассуждением. И уже в рамках этого вебинара я скажу свое мнение, на что стоило обратить внимание, что, возможно, не учли в тот или иной момент. Поэтому свою почту я также приложил и буду ждать от вас вопросов. Хорошо, коллеги, тогда будем переходить уже к теме нашего вебинара. Сейчас я перейду к тем вопросам, которые были. Да, вот вижу, что появились сейчас вопросы, но я хотел бы сначала перейти к вопросам от одного из наших постоянных участников. Вопрос, он был попарен новозеландский доллар, американский доллар, разбор и нескольких таймфреймов. Я напомню, что для того, чтобы нам принять решение по входу в рынок, нам необходимо определить тенденцию. И для того, чтобы нам войти уже на более меньшем таймфрейме, потому что более меньший таймфрейм дает нам более точный вход, нам необходимо проанализировать крупные. Как правило, рассматриваются три таймфрейма. То есть, если мы говорим о торговле краткосрочной и среднесрочной, то есть, когда сделка открывается от одного дня, то есть, я не говорю о этой сделке 15-20 минут, такие мы не рассматриваем, мы рассматриваем больше среднесрочные, если можно так сказать, но это сделки, которые идут от одного дня. То в этом случае, как правило, рассматриваются три таймфрейма. Это день, 4 часа и час. То есть, мы определяем тенденцию на более крупном таймфрейме и постепенно смещаемся на тот таймфрейм, на котором уже принимаем решение по входу. Если вы для себя рассматриваете сделки внутри дня, то есть, на 15 минут на таймфрейме, то здесь уже нужно комбинировать, то есть, по крайней мере, на дневном отслеживать основную тенденцию и дальше уже смотреть, например, час, 15 минут, 5 минут, или час, 30 минут, 15 минут, в зависимости от времени, которому вы можете уделять торговля. Мы больше размираем те ситуации, при которых вполне достаточно уделять для трейдинга до часа в день. Это зависит от того, какое количество инструментов вы рассматриваете. Если это буквально 5-6 валютных пар, то достаточно и 15-20 минут в день, для того, чтобы посмотреть, что на рынке поменялось, а что не поменялось. Так вот, давайте сразу же и начнем с вопроса. Я думаю, что к красновому участнику будет гораздо удобнее включиться в тему нашего обсуждения. Ну и если появятся те, кто присутствует впервые, вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я буду останавливаться и делать какие-то акценты для этого вопроса, который у вас появляется. Касательно вопроса. Вопрос был по паре новозеландский доллар к американскому доллару. Что мы видим? Сейчас я открыл картинку. Сейчас я думаю, что у всех она видна. И сейчас попробуем порисовать на ней. У нас это дневной таймфрейм D1. Что нам сначала необходимо сделать? Нам нужно определить основную тенденцию. В рамках данной пары дневного таймфрейма, на мой взгляд, вполне достаточно. Что мы видим? Для нас, в принципе, большую значимость имеет последний участок, который у нас есть. Безусловно, те цели, которые мы видим предыдущие, которые были в 2016 году, в 2015 году, они тоже важны, но это уже больше постановка целей, куда поставить take profit, куда убрать стоп-лосс в такой долгосрочной перспективе. Пока нам нужно определить основную тенденцию. В рамках дневного таймфрейма, фактически тот сценарий, после которого мы стали уже говорить о покупках, он произошел в январе 2017 года. Сейчас точно по датам не сориентируем, мы перейдем на татрейд, и там более детально уже посмотрим. Сейчас вот самый основной принцип я хочу рассказать и ответить, соответственно, на вопрос участника, который был получен. Соответственно, у нас есть дневной таймфрейм. Вот та ситуация, при которой у нас уже тенденция менялась, в конце 2016 года, так, я прошу прощения, это июнь, июнь 2017 года, посмотрел, достаточно мелко написано, подумал январь, это вот летом как раз по Новозеландию по Новозеландию тенденция стала меняться. Ну, не сейчас мы привязываемся к датам, а у нас есть вот такой основной паттерн, который, я думаю, знаком всем. Что такое тенденция? Тенденция – это последовательность импульсов и коррекции. То есть у нас есть, если у нас тенденция восходящая, у нас есть импульс и есть коррекция. Импульс – коррекция. Пока все остается в рамках текущей вот этого тренда, то остается тренд у нас нисходящий. Какое основное правило, которое может нам сказать о том, что тенденция может поменяться? Это то, когда цена уходит уже ниже тех локальных минимумов, с которого начался следующий импульс. Вот в данном случае схематично я изобразил то, когда цена пробивает вот этот минимум, который у нас был раньше, который был основным для тренда восходящего. После его пробития уже вероятность смены тенденции на нисходящий будет наиболее велика. И как раз вот уже после этой ситуации, в рамках крупного таймфрейма, основные сделки идут на продажу. То есть приоритет уже от покупок уходит в продажу. И, имея это понимание, уже в рамках более мелкого таймфрейма мы открываем эти сделки, которые идут в сторону основного тренда, потому что это будет более безопасно. Я думаю, все об этом знают. Так вот, здесь была точно такая же ситуация. Летом тенденция по новозеландцу менялась. У нас сначала, можно таким образом, схематично я отмечу, тенденция была нисходящей. А вот как раз в тот момент, когда цена ушла выше предыдущего максимума, с которой была последующая коррекция, уже после этого основной тренд начинается в исходящий. И приоритет сделкам имеет смысл отдавать именно на покупку. Безусловно, можно комбинировать, но с точки зрения соотношения рисков, если вы сделку открываете по тренду, то там вы можете использовать, ну и вполне разумно использовать свою стандартную рисковую величину. То есть, к примеру, 1% или 2%. Если вы работаете контртрендово, то риск лучше уменьшать. То есть, к примеру, использовать 0,5% или 0,3%, но делать его меньшим, так как эта работа идет все-таки контртрендово. Что мы видим дальше? Мы видим дальше ситуацию, при которой цена начинает двигаться вверх. И фактически у нас сейчас идет коррекция в область предыдущего минимума, который на скриншоте обозначен синим цветом. Что мы от этого понимаем? Мы от этого понимаем, что если у нас произойдет отбой от этого уровня, который мы уже будем отслеживать на более мелком таймфрейме, то мы получим сигнал на присоединение на покупку. Но в том случае, если пара уходит ниже данного уровня и закрепляется за ним, то тогда у нас уже основной сценарий, то есть в рамках дневного таймфрейма основной тренд меняется на нисходящий. Тогда приоритет уже будет отдаваться сделкам непосредственно на продажу. Что мы видим дальше? Четырехчасовой таймфрейм. Сейчас открываю. Фактически вот последний участок. То есть если мы получим уход выше локальных максимумов, точнее завершение коррекции уже на более мелком таймфрейме до момента преодоления того минимального значения, которое у нас было в этой точке, то мы получаем подтверждение на продолжение тренда. Оно будет в приоритете. То есть это у нас четырехчасовой таймфрейм и открываем таймфрейм часовой. Почему, на мой взгляд, нужно уделять внимание часовому таймфрейму? Особенно если вы торгуете валютной парой, а в часовом таймфрейме, я думаю, что все помним о том, что валютная пара торгуется 24 часа. То есть у нас в одном дне есть 24 свечи. То есть это и тихоокеанская, и азиатская, и европейская, и американская сессия. Так вот, то, как у нас закрывается день, фактически это нам показывает настроение участников. Можно провести аналогию со свечным анализом, но когда мы рассматриваем дневные свечи. А здесь же мы делаем разбор уже более детально. То есть фактически, если мы видим, что у нас день, как, например, последний день, который был на скриншоте, это 15 августа, мы видим следующий импульс, то, как вы считаете, кто преобладает на рынке вот в этот момент, на 15 августа? Как вы считаете? Я понимаю, что вопрос может быть достаточно простой, но давайте все-таки немного это обсудим. То есть, когда мы видим, вот между этими разделителями у нас один день. То есть 24 свечи по формированию последней у нас будет закрыт день. И уже ориентируясь на то, как проходит торговля внутри дня, мы можем понимать, кому отдавать на реалитет. Когда вот Роман пишет, что продавцы, действительно, логичный ответ, то есть мы открылись выше, закрылись ниже. То есть исходя из графика, это графический анализ, мы понимаем, что продавцы в этом и преобладают. Так вот, основная задача состоит в том, в комбинации, таймфрейм, уже определить ту точку, при которой тенденция в рамках среднесрочного тренда, то есть вот эта коррекция, которая у нас была, заканчивается и начинается тенденция уже восходящая. Здесь как раз был отмечен пример, мы сейчас перейдем на график, еще более детально посмотрим эту пару, то фактически уход, возврат уже к покупкам, то есть тот момент, когда покупатели уже перехватывают инициативу и являются интересной точкой присоединения. То есть, во-первых, у нас основной тренд на дневном таймфрейме восходящий, на четырехчасовом часовом идет коррекция, а вот когда тренд в рамках часа, меняется уже на восходящий, тогда появляется сигнал для входа. То есть фактически, если мы отмечаем локальный максимум, который у нас были, тот максимальный день, который на скриншоте сейчас у нас видно, это был 11-14 августа, вот когда цена уже уходит выше данного уровня, фактически мы получаем первый сигнал о том, что тенденция, ну, по крайней мере, покупатели делают попытки уже взять инициативу свои руки, и вот с этих уже уровней тенденция может возобновиться на восходящую. И вот эту ситуацию очень важно отслеживать. Сейчас давайте перейдем в метатрейдер, и уже в рамках реального времени посмотрим, что у нас происходит, в том числе по новозеландцу, так как я этот вопрос получил, ну, собственно, на прошлой неделе, и, как всегда, вот эти вопросы мы обсуждаем в рамках этого вебинара. Сейчас я запущу метатрейдер. Да, вот я вижу вопрос от Рины, чуть позже мы к нему обязательно вернемся. Да, вопрос действительно очень важный, как выходить из сделки, что называется, максимально эффективно. Да. Итак, коллеги, вот сейчас перед вами должен быть метатрейдер. Поставьте, пожалуйста, плюс, если он у вас появился, и я уже перейду к разбору по новозеландцу. Отлично. Как мы смотрели ранее, то есть тенденция по новозеландцу у нас идет восходящая, один из критических уровней, который как раз вот здесь мы можем отметить, это минимальное значение, которое было 11 июля. И вот в том случае, если пара все-таки сможет преодолеть данный уровень уже в рамках дневного таймфрейма, то тогда откроется цель уже снижения в область 68. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, приоритет все равно остается к покупкам. Что касается цели, то цель по возврату и по последнему импульсу, она как раз находится на максимальных значениях, которые мы видели, с которых началась коррекция. Я сейчас отмечу это с зеленым цветом. То есть у нас сейчас в рамках дневного таймфрейма, вот то снижение, которое было практически от максимума, к минимуму на 300 пунктов, является коррекцией в рамках дневного таймфрейма. Соответственно, исходя из того правила, когда у нас есть импульс-коррекция, импульс-коррекция, ближайшая цель – это уже обновить максимальное значение отметки 75.28, то есть того максимума, который был в конце июля. Соответственно, уже здесь, исходя из открытия позиций, цели могут поставляться уже по данным уровням. Но прежде чем открыть эту сделку, нам необходимо получить подтверждение на более мелком таймфрейме. Здесь, на мой взгляд, можно сразу же перейти на часовой таймфрейм, для того, чтобы посмотреть, как у нас какие-то движения на рынке. А последний участок, 15 августа, вот тот месяц, это был вторник, вторник на прошлой неделе. И у меня здесь отмечен на графике, то есть, как всегда, стоит разделитель периодов, который показывает один день, 24 часа для часового таймфрейма. Соответственно, первый признак того, что тенденция начинает меняться, когда уже покупатели заходят за зону, то есть, выше продавцов, то есть, выше предыдущих торговых сессий. Соответственно, если мы отмечаем максимальное значение, которое у нас было 15 августа, то вот здесь был максимум, здесь был минимум. На следующий день, уже 16 августа, мы видим, что цена немного попыталась обновить минимум, но в конце торговых сессий фактически мы ушли вверх, цена прошла порядка 90 пунктов и закрылись выше открытия. Следующим подтверждающим сигналом, для того, чтобы мы понимали, что продолжение роста будет наиболее вероятно, это закрытие за уровнем. То есть, свеча, по крайней мере, одна часовая свеча должна закрыться, полностью и открыться, и закрыться за этим уровнем. Сейчас, если более детально, к примеру, приблизить, сделать вот так, чтобы это было именно по максимуму, мы можем видеть, что фактически вот эти свечи, они не идут в расчет, так как цена заходила за уровень, потом следующая возвращалась. Потом опять заходила, и вот следующая свеча, которая у нас, ну, фактически образовалась ночью, в 5 утра, она является свечой пробития. То есть, эта свеча полностью открылась и закрылась за уровнем. Уже вот после данной ситуации мы можем искать фактически ситуацию на присоединение, на покупку. Один из таких универсальных способов это открытие от того уровня, на котором как раз и произошло пробитие. В том случае, если вы отслеживаете уже торговлю, то есть, понятно, что в 5 утра, скорее всего, ну, все с вами спали, да, и этот момент могли не видеть, но в этом нет ничего страшного. Вполне разумно, что когда мы открыли терминал, там было там 9, 10, 10 утра, то вот один из способов присоединения как раз по данной ситуации это установка отложенного ордера buy limit на цену пробития. То есть, идет ретест, цена подходит еще раз к этому уровню с обратной стороны и потом уже продолжает свое движение восходящее. Но что здесь важно учесть, да, всегда важно помнить, то есть, мало определить точку для входа, важно определить точку для выхода. Потому что на текущий момент точка для выхода, ну, вот на тот момент, да, 17 августа, это был минимум, с которого как раз и пошел последний импульс, да, вот этот. То есть, уровень стоп-лосс, да, необходимо было ставить именно за это значение, потому что если цена уйдет дальше вниз, за этот уровень, то фактически у нас вот этот сценарий пробития, он отменяется и, вероятно, уже продолжение исходящего сценария. То есть, всегда важно оставлять эту вероятность. Почему? И есть правило риск-менеджмента, потому что одна сделка не должна вам принести убытка, который там съест большую часть вашего депозита. То есть, 1% по проценту, это вполне разумно. То есть, у вас должен быть запас на открытие сделок. То есть, никогда не нужно ставить, ну, здесь, наверное, другое слово не использовать, да, вот те трейдеры, кто открывает максимально допустимый объем, это, ну, можно сказать, ставить, да, все на одну сделку. Вот такой подход, он неприемлем, и такие трейдеры с таким подходом довольно-таки быстро уходят с рынка, потому что 1-2 отрицательные позиции уже и большей части депозита нет. Ну, есть еще те трейдеры, кто хочет получить много, много и быстро, да, это не всегда бывает, все равно трейдинг – это работа, это планомерное выполнение одного и того же, да, одного и того же действия, но у вас должно оставаться возможность, да, на то, чтобы повторить это в следующий раз, потому что бывают ситуации, когда трейдер может получить 4 отрицательных сделок и 5 отрицательных сделок подряд, да, и это вполне нормально. Но это нормально в том случае, если ваш риск не превысит, там, примерно 3 или 4% вашего депозита, тогда это нормально. Но когда убыток там 10% от депозита, то здесь уже правый риск нужно перестраивать. Так вот, уже после закрепления за уровнем максимальных значений, которые мы видели 15 августа, то есть отсюда мы фактически получаем сигнал, что да, можно покупать. И также уже идет выбор точки для входа. С комбинацией уже с более мелким таймфреймом можно находить выход до завершения данной коррекции, но это для тех уже, кто, к примеру, работает также внутри дня. То есть, к примеру, дальше у нас уже на том же 15 минут на крэме мы пошли дальше вниз. И в тот момент, когда у нас, к примеру, здесь цена начала меняться, тренд начал меняться, опять же, на восходящий, вот отсюда также рассматривать ситуацию на покупку, на присоединение. Но если возьмем такое универсальное правило, то стоп-лосс, он располагается по данной точке. Соответственно, мы получаем, если входить от этого уровня, потенциал стоп-лосса порядка 94 пунктов, а потенциал по прибыли уже составляет, как я уже говорил, то есть тест уже к локальным максимумам порядка 210 пунктов, то есть чуть больше, чем примерно 1 к 2,5. То есть соотношение довольно-таки интересное. И также напомню для всех, что те сделки, у которых соотношение уж точно меньше 1 к 1, а то и 1 к 2, то такие сделки нужно рассматривать в меньшей степени. Лучше открыть какой-то другой инструмент, его проанализировать, и возможно там ситуация будет более интересна, чем по какому-то инструменту, который вы смотрите. Так вот, что мы видим дальше? Дальше у нас тенденции, соответственно, продолжаются. То есть мы скорректировались в пятницу, дошли до локальных максимумов, мы сегодня тоже несколько локальных максимумов обновили, но видим такое замедление, то есть волатильность на рынке снижается. В пятницу прошли порядка 60 пунктов за весь день, сегодня порядка 30 пунктов в день. Но основная тенденция нам все равно остается на укрепление, по крайней мере, пока мы торгуемся выше тех минимумов, которые у нас были зафиксированы в пятницу. Так вот, по дальнейшему, сразу же перескочу вперед, по сопровождению этой сделки, ее уровень стоп-лосса также важно регулировать. Теперь у нас задача в рамках часового таймфрейма для данной пары преодолеть максимум, который у нас были 17 августа, 18 августа, ну и сегодня. То есть такой треугольник у нас сейчас образуется, то есть она консолидируется. Так вот, для того, чтобы мы смогли, к примеру, наш уровень стоп-лосс перенести уже дальше, по ходу движения, одним из критерий, это импульс, который будет подтверждать, настроение двигаться дальше. По другим парам мы сейчас это посмотрим, какие примеры были на прошлой неделе. Соответственно, переместить стоп-лосс уже за локальный минимум, давайте я вот так схематично сейчас обозначу, то есть у нас был импульс, на котором мы пробили предыдущий максимум, дальше пошла коррекция, и вот пока цена не обновит локальный максимум, фактически у нас подтверждения на перенос стоп-лосса нет. Для того, чтобы мы смогли его переместить за минимум, который у нас был в пятницу, то есть назначение 72, то есть уже ближе к точке входа, нам необходимо дождаться данного закрепления, потому что цена имеет такое свойство, торговаться в диапазоне, и прежде чем у нас появится импульс, цена может 3-4 дня постоять в каком-то диапазоне, пока мы не получим этот импульс. И вот для того, чтобы минимизировать риск срабатывания на ценовом шуме, на внутренней волатильности, необходимо, по крайней мере, в рамках данного подхода, который я рассказываю, перемещать стоп-лосс в тот момент, когда у нас есть уже подтверждение, когда есть следующий импульс. Так вот, фактически, если сегодня, цена или, возможно, завтра с утра закроется уже выше этих максимум, то есть критерий точно такой же, день пробития, то есть тот день, на котором у нас свеча закрывается выше данного уровня, должен быть закрыт. То есть, фактически, если у нас в рамках этого вебинара, то есть пока у нас еще идет вебинар, свеча его пройдет, закрепится за этим уровнем, то все равно нужно дождаться закрытия дня. Потому что бывают такие ситуации, что к концу дня, особенно сейчас торгуется Америка, выходят новости по США, то есть цена может скорректироваться уже в рамках внутри дня. И здесь уже нужно будет оценивать локально. Но такое основное правило, это когда свеча закрывается выше этого уровня, уже можно перемещать стоп-лосс за то значение, после которого у нас была коррекция. Здесь ближайшие это будет отметка 72-75, то есть тот минимум, который у нас был в пятницу. В свою очередь, важно всегда помнить и о сценарии альтернативных. То есть, как мы и говорили, вот та ситуация, при которой цена долгом не может преодолеть максимум, мы посмотрим примерно похожую ситуацию по фунту, по австралийцу, но это тоже дает определенное понимание, что цена не может пройти уровень, то есть не получается у нее закрепиться, то есть недостаточно покупателей на тот момент для того, чтобы этот уровень продавить. Ну и, собственно, это мы и читаем с графика. Поэтому второй сценарий, он всегда также должен быть в голове, то есть о нем важно помнить. Это тот альтернативный сценарий, при котором, если цена уходит ниже уже локальных минимумов, а здесь уже и на очереди среднесрочный уровень, который мы отмечали на дневном таймфрейме, то уже тогда вероятность продаж по данному инструменту будет выше, чем покупок. Соответственно, если цена уходит, закрепляется ниже минимумов, сначала, которые были 15-го числа, затем ниже минимумов, которые были в начале июля, то тогда уже приоритет будет отдаваться к покупкам. То есть идет планомерная смена тренда. Вот об этом тоже важно помнить. Ну и, как я уже сказал, возвращаясь к вопросу Ирины, что касается установки целей и выхода до ее реализации. То есть, если вы вашу сделку, например, сопровождаете с точки зрения переноса take-profit в стоп-лосс, то цена не всегда доходит до локальных максимумов, особенно если уже потом, что мы сможем увидеть по факту, ну, никакой практической значимости сейчас я в этом не вижу, но, тем не менее, тенденция может поменяться и раньше, до тех пор, когда у нас будет реализован, например, наш take-profit. Так вот, если вы следуете за трендом, то есть постепенно переносите take-profit стоп-лосс сначала сюда, затем уже, к примеру, как можно ближе к точке до входа или без убыток затем за уровень, то есть постепенно сделку сопровождаете. Таким образом, у вас есть take-profit и есть стоп-лосс, то есть вы, так скажем, цену зажимаете с двух сторон. В том случае, если разворот произойдет раньше наступления take-profit, то с большей вероятностью можно будет выйти из сделки по стоп-лоссу, но с плюсом, с учетом того, что вы эту сделку сопровождаете. А почему происходит преждевременный выход из сделки? Как правило, он связан с тем, что либо не стоит take-profit, либо не стоит стоп-лосс. Как правило, не стоит стоп-лосс, потому что мы не знаем, сколько в этой сделке можем потерять. Поэтому обращайте обязательно на это внимание. Хорошо, по Новозеландцу, я думаю, мы так досконально прошлись. Во-первых, разобрали сам метод по установке целей, по определению уровней. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по основным валютным парам. И начнем, как всегда, наш обзор с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция на текущий момент остается в приоритете именно восходящая. В рамках уже четырехчасового таймфрейма ближайший уровень критически у нас находится на отметке 1.1651, и второй – это 1.1616, на расстоянии порядка 40 пунктов друг от друга. Соответственно, завершение вот этой коррекции, которая у нас была в рамках часового таймфрейма, и будет началом подтверждения тенденции восходящей. Мы видели, что цена на прошлой неделе, на позапрошлую цене, или в неделе, прошу прощения, пыталась это сделать, но, соответственно, движение было больше вот в таком боковике. То есть вот была ситуация, при которой цена, к примеру, выходила из зоны максимальной значения 10 августа, 11 августа мы за ним закрепились, то есть вот, ну, практически получили сигнал для входа, но тут мы смотрим, опять же, соотношение риск-прибыль. Например, в данной ситуации риск-прибыль был 90 пунктов риск и примерно столько же тейк-профит. То есть, ну, опять же, сделка не самая интересная, возможно, по каким-то другим инструментам имеет смысл посмотреть и найти более интересную ситуацию. Но сейчас немного не об этом. Что мы видим сегодня? Сегодня цена, ну, во-первых, в пятницу мы торговались в достаточно узком диапазоне, порядка 60 пунктов. Цена не смогла обновить локальные минимумы. Минимум четверга мы ниже не уходили. Сегодня уже во второй половине торговой сессии цена закрепилась выше максимальных значений, которые у нас были в пятницу. То есть, фактически, вот с этих уровней мы, опять же, сейчас получили подтверждение, что цена готова двигаться дальше, наверх, на штурм отметки 1.1880. Соответственно, второй вопрос, куда поставить на стоп-лосс? Один из ближайших уровней, который мы можем отметить, это минимальное значение, которое было также у нас в пятницу. То есть, отметка 1.17. Это вот тот день, который у нас был закрыт. Соответственно, если мы, опять же, выбираем, ставим отложенный ордер на присоединение, давайте я сейчас тоже покажу, всем было понятно, о чем я говорю. То есть, если мы, например, ставим buy limit, вот по этой цене мы хотим войти на продажу в тот момент, когда цена скорректируется, то есть не по самой максимальной, потому что, если мы хотим войти на покупку, то нам нужна цена минимальная, и ее мы и хотим получить. То уже для ситуации на текущий момент уровень стоп-лосс будет по данной точке. То есть, мы входим, например, по цене 1.17.78, конечно, если цена скорректируется, и уровень стоп-лосс у нас будет располагаться на отметке 1.17.06, то есть от текущей цены порядка 70 пунктов. А потенциал пол-прибыли в данном случае от обновления максимальных значений это порядка 100 пунктов. То есть, ну, примерно 1.5, то есть в зависимости от ваших рисков уже каждый этап принимает для себя решение, насколько эта сделка интересна. Но чем больше соотношение риск-прибыли, как напомнить, то тем больше интерес к этой сделке и, соответственно, появляется. Поэтому на текущий момент, вот после того выхода, который мы видели уже непосредственно сегодня, основная тенденция в рамках часовой тайм-фрейма идет на укрепление, то есть в сторону основного тренда. Переместить уже уровень стоп-лосс на минимальные значения, которые были сегодня, будет смысл после закрытия дня, то есть уже вот на эти уровни, и он будет уже чуть ближе. Но не нужно отталкиваться от того, где стоп-лосс будет. Потенциально мы всегда хотим перенести стоп-лосс ближе, в точку безубыточности, к примеру, или в небольшой плюс. Но всегда важно понимать, учитывать тот негативный сценарий, который может быть. То есть открывать сделку, не беря в расчет тот риск срабатывания по тому значению, которое вы установили стоп-лосс, это абсолютно неправильно. То есть можно предположить, что ну сейчас цена уже ушла, и я выберу стоп-лосс, у меня стоп-лосс будет 47 пунктов, и тогда соотношение ресепридов получается 100 пунктов, ну уже один к двум. Но это не совсем правильно, потому что этот результат может и не свершиться. То есть нужно, во-первых, дождаться, как закроется день, и уже исходя из этого отталкиваться. То есть принятие решения, оно происходит вот в этот момент, когда было пробитие, и когда у нас есть уровень стоп-лосс, который мы поставили. То есть вот начальная сделка, она отталкивается от этого. Ну и соответственно уже по всем инструментам, по всему анализу, результат будет точно такой же. По паре британский фунт, американский доллар, дневной таймфрейм, ну здесь более информативно посмотреть, также таймфрейм четырехчасовой. Вот здесь одни из уровней, которые у нас были, и которые цена как раз долгое время торговалась в рамках четырехчасового таймфрейма, это те значения минимальные, которые у нас были 21, ну в 20-х числах июля, то есть скажем так, вот в рамках четырехчасового таймфрейма. Соответственно, вот как мы видим, цена их не смогла пройти сразу. То есть фактически вот от этих уровней, на прошлом неделе, когда у нас был вебинар, он у нас был, получается, 14-го числа, вот как раз 14-е число, тот день, который у нас был, вполне вероятно было ожидать продолжения роста уже от тех уровней, после продвижения которых цена продолжит свой импульс. Но вместо этого уже включился также интернативный сценарий, то есть цена ушла ниже минимумов, которые у нас были предыдущие несколько торговых дней, и фактически у нас мы вернулись к продажам по данному инструменту. То есть сценарий на покупку был отменен до какого-то определенного момента. Сейчас в рамках четырехчасового таймфрейма важно обратить внимание на то, что тенденция планомерно в рамках четырех часов меняется на нисходящую. С максимумов мы прошли порядка 400 пунктов до минимальных значений. Пока следующий уровень, который является также критичным для прохождения, это область минимальных значений, которую мы видели в середине июля. И вот в этом и как раз есть следующая цель по британскому фунту. Соответственно, сейчас уже мы видим практически то же самое, как было на прошлой неделе. Паттерн практически повторяется. Если цена сможет закрепиться выше данных максимальных значений, которые у нас были, последние несколько торговых сессий, и здесь, в рамках этой ситуации, я очень люблю такие примеры, которые являются нестандартными, так как как раз больше всего вопросов появляется в рамках таких ситуаций, то здесь нужно отслеживать именно выход из данного бокового движения. То есть, фактически, мы берем максимальное значение, которое у нас было 18 августа, оно является и максимумом, и минимумом. То есть, если у нас цена сможет закрепиться выше данного уровня, тогда вновь мы можем рассматривать уже покупки с целями движения в область 1.31, и потенциал роста у нас будет порядка 300 пунктов. Уровень стоп-лосс, да, в данном случае мы сможем разместить за минимальное значение, которое у нас было также 18 июля, прошу прощения, 18 августа, то есть значение в области 1.28.26. То есть, если входить от уровня, то стоп-лосс у нас будет порядка 90 пунктов, да, потенциально этой крови порядка 300 пунктов. То есть, опять же, пример сделки по соотношению 1 к 3. Но, в свою очередь, если цена все-таки уйдет ниже тех уровней, которые у нас были в середине июля, то вполне вероятно на какой-то момент уже затишье в восходящем тренде по британскому фунту, и вполне вероятно уход вновь на 1.19, да, то есть такого сценария мы тоже не можем отвергать. Важно об этом помнить. И вот этот уровень, который у нас находится по отметке 1.25.79, он уже является более важным, да, вот уже в рамках часового таймфрейма, сейчас я отмечу, то есть в рамках 4 часов мы уже по британскому фунту снижаемся. Последний импульс, который у нас был, да, то есть вот движение, затем с этих уровней мы обновили локальный максимум, это было уже во второй половине июля, и вот как раз с этого уровня пошел последний импульс. Так вот, это практически последний рубеж, да, для продаж по данной паре. А в среднесрочной перспективе, да, мы сейчас-то уже видим снижание, то есть у нас час, мы идем вниз, 4 часа идем вниз, день мы идем наверх, да, то есть вот основной смысл в том, чтобы находить те ситуации, когда цена начинает выстраивать уже в основном тренде, и все меняется от меньшего к большему. То есть сначала час поменяется, затем 4 часа, и, соответственно, если мы видим, что у нас основной тренд дневной, то и сделки на покупку также все еще будут интересны по данному инструменту. и по данному инструменту. Поэтому в рамках данной пары, да, по британскому фунту важно отслеживать то, как у нас, ну, фактически мы выйдем, за этот диапазон уже закрепимся выше отметки 1.29, или уйдем дальше вниз. Потому что если мы уходим дальше вниз, то фактически у нас открывается цель по снижению в области 1.2547, и тогда уже, соответственно, сценарий можно рассматривать, но можно комбинировать, исходя из риск-менеджмента, уже сделки в том числе и на продажу по данному активу. Но пока все-таки, на мой взгляд, приоритет на покупке остается по данному активу. Пара австралийский доллар, американский доллар. Мы эту пару, кажется, сейчас я проверю, смотрели, мы смотрели по британскому фунту, по открытию позиции и по австралийцу. Давайте сейчас я верну ту сделку, которую мы отслеживали, фактически начало насходящей тенденции. И сейчас мы посмотрим, что у нас по ней было, как для примера мы рассматривали. Здесь фактически была ситуация такая, что, я напомню, что для тех, кто, может быть, не посетил предыдущий вебинар, тенденция, то есть вот у нас было максимальное значение, которое у нас было 10 августа, затем 11 августа и 14 августа в понедельник, как раз в тот день, когда у нас был вебинар, мы увидели свечу закрепления. То есть фактически это все равно потому, что можно искать ситуацию на покупку. Вот в момент вебинара мы были где-то в районе 8-часовой свечи и отсюда можно было рассматривать уже покупки. То есть у нас был основной сигнал, то что цена может начать движение вверх вот здесь, затем цена скорректировалась, совпало со временем вебинара, поэтому это было интересно рассмотреть и, собственно, могли входить по данной цене со стоплосом за уже локальный минимум. Но, как мы видим дальше, на следующий день цена не обновила локальный максимум, а ушли наоборот вниз. То есть это не отменяет, опять же, сценарий на покупку, просто на текущий момент еще покупатели не были готовы на восходящее движение. Соответственно, что мы видим дальше? Дальше у нас формируется уже следующий день. Опять мы видим обновление локальных минимумов и у нас сформирован локальный максимум. Вот на следующий день, уже 16 августа, мы видим опять повторение, но закрепление было уже, скажем, вот в этой точке, когда мы здесь, фактически мы с вами не знаем, будет ли сильный импульс, будет коррекция, как вообще будет развиваться ситуация. То есть у нас нет этих данных, мы не можем заглянуть в будущее, но мы можем оследить, проанализировать по истории, как эти ситуации влиялись, как они отрабатывали. Так вот, уже, соответственно, 16 августа цена закрепляется выше максимальных значений, которые у нас были, а 15 августа мы получаем вновь подтверждение на рост. Фактически, вот тот пример, о котором я говорил, вход на покупку с коррекцией, то есть когда устанавливается отложенный ордер, buy limit на ту область, которая была пробита, в данном случае цена опять подошла, уже 18 августа к этому уровню, и от него уже пошло продолжение. А уровень стоп-лосса у нас находится на минимальных значениях, которые у нас были 15 августа. То есть фактически мы получаем возможность войти с стоп-лоссом порядка 75-80 пунктов, и с ближайшей целью уже следующего роста порядка 160 пунктов. То есть примерно, ну, чуть больше, чем 1-2 соотношение. Безусловно, если мы посмотрим уже старше, да, таймфрейме, то видим, что, ну, Австралиюс, в принципе, здесь куда расти, и те уровни, где он был там в 2011 году, я не говорю, что там цена в ближайшие пару месяцев туда придет, но она туда может прийти в перспективе вот этого роста, да, того движения, который у нас начинается. Так вот, что мы видим сейчас? Сейчас мы видим фактически то, что у нас тенденция идет, да, на укрепление в рамках также часового таймфрейма, и ближайший разворотный уровень у нас на текущем уровне располагается на минимальные значения, в которых как раз вот был подход к этому уровню. Это 18 августа, прошлая пятница. То есть сценарий того, что цена не сможет обновить локальный максимум, то есть опять же это говорит о настрое участников на рынке, да, то есть если покупатели не могут обновить максимум какое-то долгое время, то есть стоят вот у этого уровня, а потом цена вновь обновляется локальный минимум, то это опять же говорит нам о неготовности двигаться дальше. Но для того, чтобы нам определить такие зоны, определить точки, за которыми следить, потому что рассказать о рынке, да, можно очень много, но всегда важна именно практическая значимость, да, то есть как это можно применять. Так вот, возврат к продажам по австралийцу, он будет актуальным, в том случае, если пара, ну, во-первых, не обновит локальный максимум, да, и в свою очередь уйдет уже ниже минимальных значений, которые были на прошлой пять. Тогда вновь мы возвращаемся уже к продажам, да, по данным инструментам. Работает так достаточно консервативно, то есть по крайней мере уровень стоп-лосс, да, то есть если говорить о цели, к примеру, движения, то есть вот опять же о соотношении целей. Если мы говорим о цели роста уже в области 81, это то максимальное значение, которое было в 15-м году, то целесообразно, да, стоп-лосс, ну, практически оставлять вот на этих минимумах, потому что цель долгосрочная и уровень стоп-лосс, он в какой-то определенный момент должен совпадать с нашими целями. То есть это работает в обе стороны. То есть если у вас стоит пик-профит 10 пунктов, а стоп-лосс 50 пунктов, то, ну, сделка не столь интересна. Так вот, для того, чтобы не закрылась сделка, например, по внутренней волатильности, то стоп-лосс должен располагаться по более значимым уровням уже для старшего таймфрейма. Но работая по крайней мере более-менее консервативно, то ближайший стоп-лосс можно было перенести за минимум вот того дня, который у нас был, ну, того минимума, который был 18 августа. Но тогда, то есть вероятно, срабатывание этого стоп-лосса, то есть или тик-профит будет не с той большой, но вот такой подход, он подразумевает достаточно много перезаходов. То есть не так, чтобы открыли сделку и ее месяц сдерживаете, а скорее всего открыли сделку, там, три дня держите, срабатывает стоп-лосс, следующий сигнал вновь опять входим. То есть вот такой принцип. Появляется чуть больше действий. вот пока этот уровень и будем отслеживать, в том числе, по австралийцу. Далее, пара американский доллар и японская иена. Уже в рамках более крупного таймфрейма, да, мы видим, что тенденция идет нисходящее. Конечно, присоединяться на наиболее интересное и по данной паре было более перспективно уже в тех локальных максимумах, которые мы видели в начале июля. То есть тот же самый подход, да, как мы с вами разбирали. То есть вот цена уходит вниз, ну и, собственно, вот мы пошли дальше по нисходящей тенденции. Собственно, прошло там и будет порядка 500 пунктов, опять же, в сторону основного тренда, да, который является основным. А сейчас уже по тренду цена в какой-то определенный момент останавливается и возникают точки на присоединение к тому тренду, который уже начался. Так вот, одно из последних как раз таких точек, которые у нас были по данной паре, если мы возьмем последнюю неделю, последнюю неделю, которые были, то ну вот одно из значений, минимум, который был 16 августа, то есть вот мы, как может все поменяться, да, за последние несколько часов. То есть за буквально 4-5 часов цена прошла 75 пунктов и закрылись соответственно ниже открытия. Так вот, если на следующий день импульс он продолжается, цена уходит дальше вниз, то, собственно, вот с этих уровней уже в рамках часа идет продолжение нисходящей тенденции, что, собственно, сейчас мы и видим по паре американских долг и японская иена. И сначала разворотный уровень уже по этому направлению был здесь, за максимум, когда мы увидели следующий импульс, день закрылся, то уже столкнулся и вот мы стоим вблизи максимума, который у нас был, соответственно, в пятницу. Ну вот, именно здесь сейчас и располагается разворотный уровень. сейчас по паре американских доллара и японская иена ближайшая цель это закрепиться ниже минимальные значения, которые у нас были в прошлую пятницу и 11 августа. То есть это отметка 1.1866. То есть это ближайшая цель по тому тренду, который у нас был. Соответственно, второй заход, либо коррекция уже в рамках часового таймфрейма может начаться в том случае, если пара уйдет выше максимальных значений, которые у нас были соответственно в пятницу. То есть после этого мы можем ожидать вновь движение в область 110-90 тот максимум, который был 16 августа и уже потом с него вновь завершение вот этой коррекции и последствия вновь на продажу за следующий импульс. Поэтому сейчас будем следить за тем, как цена будет торговаться вблизи как раз этих уровней диапазона 90 пунктов. Уходим вниз, получаем подтверждение на дальнейшее нисходящее движение и собственно что касается целей, то уже следующая цель это 108.03 примерно 108 значения, а потом уже после этого 106, 105 и так далее по нисходящей в одной паре мы можем увидеть. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь ситуация довольно-таки похожа. Мы видели вот это коррекционное движение на прошлой неделе, ну собственно с начала августа, а коррекция у нас прошла порядка 350 пунктов. Вот опять же пример затяжной коррекции, по которой также можно работать контртрендово, но по завершению этой коррекции входить в сторону ужасного тренда тем объемом, который является максимально допустимым. здесь один из уровней, который имел смысл рассматривать для присоединения на продажу по данному инструменту, это область уже по значению 1.2666. Соответственно, опять мы видим, что цена уходит ниже этих минимумов, который был последний импульс, после которого мы обновили локальный максимум, вновь к нему скорректировались, зашли чуть-чуть за него, и основная тенденция продолжается. Поэтому сейчас ближайший уровень, где имеет смысл находиться стоп-лоссу, он находится именно по максимальному значению, которое было в пятницу. Отметка 1.2689. Уже в рамках текущей тенденции, наиболее сильным подтверждением является тот день, после которого импульс идет дальше вниз, тенденция продолжается. Если вы видите, что амплитуда начинает сужаться, то уже нужно быть настороже с этим инструментом. наиболее интересно по данной ситуации будет то, когда мы сможем открыть сделку на продажу здесь, переместить ее дальше сюда. Наиболее безопасно это будет сделать в том случае, когда мы увидим следующий импульс, то цена обновит минимальное значение, которое у нас было в пятницу. Тогда уже по закрытию дня мы сможем переместить уровень стоп-лосс на максимум сегодняшнего дня и дальше у нас сделка по канадцу будет продолжаться. Основная тенденция сейчас идет на продажу и мы выстраиваемся в сторону основного тренда. Эта коррекция завершилась и сейчас в рамках четырех часов, в рамках часа мы идем на снижение ближайшей цели в области 24.17. По паре еврофунт тут наверное меньше всего что можно обсуждать собственно тенденция как была так и идет сегодня с утра обновили максимумы ну точнее не с утра сегодня в эту торговую сессию обновили локальные максимумы импульс подтверждается и по закрытию дня уже мы сможем скорректировать уровень стоп-лосс за минимуми которые были сегодня по данной цене и уже отслеживать этот уровень за минимуми стоп-лосс если вы находитесь по еврофунту к примеру в покупках исходя из этого то есть тут собственно ничего не поменялось не знаю что здесь сказать интересно как начали расти так мы и собственно растем по данному активу золото вот по золоту здесь чуть более на мой взгляд ситуация интересна сейчас покупки по золоту продолжаются в пятницу мы доходили до максимальных значений отметка 1300 1300 долларов за тройскую унцу опять же в рамках более крупного таймфрейма у нас сейчас стоит задача это штурм ну вот как раз этой отметки 1300 1296 долларов за тройскую унцу уже после ее преодоления до закрепления за ним следующая цель это рост 1375 долларов за тройскую унцу пока локально ну в том числе в рамках часового таймфрейма мы укрепляемся пока ближайший уровень находится на минимальном значении которое мы видели 17 числа в четверг это область 1281 долларов за тройскую унцу хоть мы и идем на укрепление на рост но второй заход вторая коррекция тем более видим что цена по золоту видим какие были коррекции то есть не сразу она могла преодолеть данный уровень пока она еще этого и не сделала заходы были довольно таки большие то есть порядка 100 долларов за тройскую унцу мы снижали затем продолжали уже следующий я напомню еще раз с точки зрения выбора сделки всегда ну вот войти к примеру в данном на минимальные значения то есть когда у нас заканчивается тенденция уже среднесрочная коррекция обходить на покупку по ее завершению всегда будет нам более интересно потому что цель последующего импульса всегда будет выше чем входить на максимальные значения которые у нас есть сейчас потому что например по золоту это довольно таки опасно потому что можем уйти еще на один заход коррекции и вполне вероятно что это может привести к смене тренда пока мы об этом еще не знаем поэтому если опять же с точки зрения от около уровня пробития то есть вот на самом уровне по самым максимальным значениям это менее всего интересная сделка то здесь тогда уже лучше дожидаться закрепления за этим уровнем и когда откроется уже следующая цель входить после этого ну и в том числе по золоту как сейчас вот я напомню что важно отслеживать закрепление за максимум который у нас был в пятницу то есть отметка 1300 долларов за тройскую унцию по нефтемарке бренд в рамках дневного таймфрема мы пока еще находимся в нисходящем нисходящем движении здесь один из ключевых уровней это отметка 54.49 то есть 54 доллара 49 центов за баррель нефтемарки бренд пока мы торгуемся ниже этого уровня приоритет пока остается на продажах по данному инструменту на прошлой неделе собственно вот там было также пятница 18 число нефть могла закрепиться выше максимальных значений четверга и у нас ну практически включился альтернативный сценарий на коррекцию по данному инструменту возврат к продажам по нефти произойдет в том случае когда цена сможет закрепиться ниже ну те уровни которые мы видим на текущий момент это минимальное значение также пятницы то есть вот возврат за этот уровень возвращает нас уже к краткосрочным и среднесрочным и долгосрочным продажам по данному активу поэтому сейчас здесь важно отслеживать именно этот уровень ну и отмена данного сценария то есть та точка куда будет разумно поставить как воз это максимальное значение которое были также в пятницу ну и сегодня с утра то есть уже за 53.11 за 53.13 убирать уровень стоп-лосс по индексу DAX напомню что индекс DAX не так давно подошел к своим историческим максимумам туда где он был два года назад весной и немного обновили эти максимумы ушли порядка тысячи пунктов за этот уровень и началась коррекция началась коррекция в рамках уже дневного и четырехчасового таймфрейма соответственно уже в рамках часового таймфрейма завершения вот тех коррекций которые у нас были для примера опять же у нас есть уровень в рамках четырехчасового таймфрейма цена к нему подошла и не ушла вверх то есть остановилась покупатели не могут продавить этот уровень соответственно нам нужно дождаться когда закончится эта коррекция вот у нас был минимум этого дня, где был показан максимум. На следующий день, 17-го, мы его обновляем. Затем к нему к концу 18-го числа, к концу пятницы вновь опять корректируемся. И что мы видим сегодня? Следующий импульс на продолжение уже в область 11900. То есть тенденция продолжается. Цена движется циклично, планомерно, исходя из тех тайм-премий, которые вы убираете. Поэтому на текущий момент ближайшая цель по индексу DAX это снижение в область 11925. Возврат к покупкам и следующая попытка преодолеть среднесрочный уровень произойдет в том случае, если индекс может закрепиться выше максимум, которые были в пятницу, и которые в перспективе будут сформированы сегодня уже после закрытия дня. Итак, коллеги, по основным инструментам мы с вами поговорили, то есть я рассказал, на что важно обратить внимание. На текущий момент, какие ситуации важны, то есть на многих парах ситуации не идентичны, то есть как мы видим, что по всем, по многим инструментам, по иене, по канадцу, снижение доллара, оно довольно-таки очевидно. Но по таким парам, как, к примеру, британский фунт, это пока еще не произошло, поэтому перспективы по его росту могут быть гораздо, к примеру, более интересны, чем те пары, по которым уже тенденция началась, и мы находимся в середине диапазона, который отслеживали. Поэтому, как всегда, в конце нашего вебинара я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, напишите в чат. Сейчас я посмотрю в разделе «Вопросы». Если у нас есть... Вот Борис задает вопрос «Уровни по телам или по теням?» Хороший вопрос, все зависит от уровня. То есть если мы говорим о, к примеру, максимуме и минимуме, который у нас был за какой-то определенный день, вот как здесь по британскому фунту, то необходимо учитывать максимум и минимум, то есть по теням обозначить эти уровни. Но, в свою очередь, опять же, пробитие уровня, то есть это не просто свеча, когда проколола, потом вернулась, а когда более надежно будет тот сигнал, при котором одна свеча и открылась, и закрылась за этим уровнем. То есть здесь уже в зависимости от ситуации нужно смотреть. Хорошо. Павел пишет, что золото хорошо графически торгует, ну, не могу не согласиться, это мы видим, но, собственно, вот в таких ситуациях, как я уже сказал, для трейдера, то есть важно выбирать сделку, которая будет интересна. Если брать соотношение вот двух сделок, которые можно открыть сейчас, то есть по росту, и та сделка, которая была, к примеру, в начале июня, июля, то вот эта сделка будет более интересна. Ну, во-первых, у нас более продолжительная цель, чем до этого уровня, поэтому всегда также важно выбирать. То есть в какие-то определенные моменты ситуации по инструменту могут отличаться, поэтому, на мой взгляд, также эффективно диверсифицироваться, то есть смотреть не только один инструмент, а комбинировать, то есть смотреть и валюты, и сырье, и индексы, и тогда уже система будет диверсифицирована, то есть что благоприятно скажется на вашем итоге вашей торговли в долгосрочном перспективе. Вот есть вопрос, если торгуем только технически, можно ли будет успешно трейдерить, успешно торговать. Смотрите, здесь, безусловно, важно обращать внимание на новости. В рамках этого вебинара мы не столь сильно обращаем внимание на это, потому что мы с вами провели вебинар уже практически больше часа, час 15, и чисто физически нам не хватит времени на то, чтобы разобрать те ситуации, которые и влияют на валюту. Но если вы не торгуете, точнее, торгуете внутри дня, то, безусловно, важно учитывать выход новостей, потому что в рамках какого-то дня ситуация может поменяться. Вы должны для себя по крайней мере установить Метатрейдер 4 Supreme Edition, там есть функция, которая называется Admiral Calendar, сейчас я покажу, как это выглядит, по евро-доллару у меня она нанесена в Supreme Edition, то есть в разделе индикаторы она находится и вот она Admiral Calendar, вы ее наносите на график и у вас отображаются все важные события, которые могут повлиять на эту пару. Можно отобразить как предыдущие, так и последующие, то есть вот, собственно, мы видим, что по паре евро-доллар следующие данные, которые выйдут, это в 12 часов. Здесь дается краткое описание на английском, для того, чтобы вы, в принципе, просто понимали, что новость будет в этот момент. Для более детального изучения лучше переходить уже в экономический календарь, который есть на сайте Admiral Markets и разбираться с тем, что же это за новость. А для того, чтобы вам было комфортней познакомиться с этими индикаторами, опять же, на нашем YouTube-канале мой коллега Фредерик Даниэль, который как раз специализируется на фундаментальном анализе, выкладывает еженедельный обзор, то есть с обзором основных событий на предыдущую неделю. Вот еще раз для тех, кто, возможно, присоединился чуть позже, добавляю ссылку на наш YouTube-канал, посмотрите, там видео уже есть, оно там буквально 10 минут, где Фредерик рассказывает об основных событиях, которые могут повлиять на рынок на предстоящей неделе. И завтра у него пройдет вебинар, он проходит всегда по вторникам, в 20-30 по московскому времени, по эстонскому времени, на текущем году оно совпадает, где точно так же, как мы сейчас с вами разбирались с точки зрения технического анализа, он проводит уже разбор непосредственно фундаментальный. Поэтому для того, чтобы вам дополнить ваше знание непосредственно еще фундаментальным анализом, потому что все равно трейдинг – это совокупность. То есть я не могу сказать то, что торгуете только техническим анализом, будет счастье. Нет. В любом случае фундаментальный анализ – это тот вид анализа, который нам показывает, а что на цену влияет. То есть мы можем в рамках технического анализа выявить те паттерны, которые нам позволят присоединиться, а фундаментальный анализ уже нам ответит на вопрос, а что влияло на цену на тот момент, когда она туда пришла. Мы увидели какую-то свечу, а что было на тут, какие выходили новости. Для этого как раз рекомендую присоединиться на вебинар Фредерик, который будет завтра в 20.30. И также небольшой анонс. у нас на следующей неделе будет вебинар с нас в 20.30.